разбор также достало вот это вот часами сидеть на этом ютюбе искать какой-то адекватный толковый разбор писать этим блогерам комментарии бесконечные пожалуйста разбери мою любимую аранжировку ждать потом неделями месяцами бывает даже годами пока он соизволит наконец выпустить этот разбор да это если выпустит либо нифига не понятно либо понятно но нифига не получается как они это делают эти бочечки фишечки эти все щелчочки эту всю фингер чпокинг этот учиться ему сделать такое сложное вот бы была какая-нибудь штука благодаря которой можно не зависит от этих дурацких разборов а просто учить то что мне нравится самому вообще нет кого не зависит это было бы конечно классно стой я знаю что тебе нужно анти музыкалка это самый полный курс по фингер стайлу благодаря которому ты навсегда перестанешь зависеть от скучных и непонятных разборов на youtube и сможешь самостоятельно разучивать любимой аранжировки любой сложности легко и качественно самое ценное ты научишься учиться самостоятельно без разборов без ютюба без преподавателей ты сможешь играть любимую музыку делать это грамотно и профессионально чтобы звучало так же как на видео все это на курсе ты будешь делать под чутким руководством менторов профессиональных преподавателей которые не дадут тебе заучивать ошибки и доведут до результата также для новых студентов курса доступно крутейшее обновление это огромная библиотека самых крутых всеми любимых и известных мелодий и композиций в стиле фингер ста ну а бонусом доступ к полным разбором на самые крутые аранжировки с канала ваня научи включая кстати сегодняшний круг набор на новую анти музыкалку уже начался если оформить заявку до конца уходящего года то можно получить все эти обновления по старой цене бронир свое место по ссылке в описании погнали привет друзья это канал ваня научи меня зовут вам захаренко и в сегодняшнем видео мы разбираем тот самый crow от джин сан ким аранжировка которая просто заполонила весь youtube ну и меня она также не прошла друзья стороной не смог устоять я перед этой потрясающей композиции полный кавер можете посмотреть вот по ссылочке здесь друзья ну а мы начинаем наш разбор и так друзья что я должен вам сказать во первых аранжировка конечно же сложная очень сложная оцениваю ее по нашей шкале сложности на 10 фингербаллов что это такое друзья под каждой аранжировкой на своем канале и оставлю хэштег с сложностью данной аранжировки поэтому очень удобно выбирать себе подходящую по уровню сложности композицию для того чтобы ну скажем так не переоценили себя вот сегодняшняя аранжировка повторюсь оценена в максимальное количество 10 фингербаллов поэтому пожалуйста рассчитывайте свои силы я вас предупредил что это не просто но мой разбор призван сделан для того чтобы сделать для вас эту аранжировку максимально доступны супер друзья далее там на данную аранжировку в открытом доступе не проблема найти то бы их полно в интернете но друзья специально для сегодняшнего разбора я сделал свою авторскую редакцию табов джинсен ким у него все супер грамотно но есть некоторые моменты которые требуют детального объяснения некоторых дополнительных обозначений поэтому я буду в этом разборе использовать именно свои табы друзья их вы можете найти кстати в моем телеграм-канале подписывайтесь пожалуйста там есть и эти табы и очень много другой интересных полезной информации буду рад вас видеть всех в своем телеграм-канале также для вашего удобства в описании этого видео есть тайм-коды для того чтобы удобно ориентироваться в достаточно большом разборе чтобы не пересматривать лишние части все очень удобно у нас организовано ну и друзья сегодня мы разбираем четыре основные раздела первая часть нашего разбора вторая часть как я уже ранее говорил доступна для студентов анти музыкалки а также на всех цифровых площадках ссылочка в описании оставляю пожалуйста смотрите вторая часть будет там друзья мы приступаем к разбору давайте разберемся самыми крутыми частями первого раздела данной композиции и предлагаю вам начать с самого начала со вступления поехали первое друзья что вы должны понять это естественно строй он здесь нестандартный то есть у нас перестраиваться четыре насколько я помню струны строй называется open dm 1 2 3 и 6 пожалуйста в самом начале в табах есть струны то есть есть обозначение перестроек в какие именно струны вам нужно настроиться поэтому используйте хроматический тюнер я надеюсь у вас с этим все будет хорошо если вдруг не разобрались пожалуйста переходите в телеграм-канал там в чате спрашивайте у опытных ребят у подписчиков как это сделать я на это время тратить сейчас не буду думаю что если вы добрались до такой аранжировки то уж со строем точно и стюнером умеете обращаться будьте аккуратны пожалуйста не рвите свои струны и потом не обвиняете в этом меня что я порвал вам струны окей друзья после того как вы справились со строем с перестройка вернее можем приступать к нашему вступлению и звучит она следующим образом очень красивая и в целом достаточно несложное вступление давайте быстренько с ним и разберемся итак друзья начинаем мы с пятого лада первой струны опять же обращайте внимание как всегда на пальцы левой руки старайтесь работать теми же пальцами которыми работаю я они как правило не случайно выбор их итак начинаем с первой струны на пятом ладу далее играем первую струну на третьем ладу указательным пальцем я это делаю задерживаю первую струну третьем ладу оставляю указательный палец и перехожу в первый такт и собираю вот такой красивый друзья аккорд безымянным пальцем прижимаю шестую струну на пятом ладу дальше игра четвертую открытую струну далее третью струну на пятом ладу прижал ее мизинцем затем вторая открытая струна и в самом конце играющую первую струну на третьем ладу снова она у меня все еще прижата и того первая часть первый такт вместе с затактом получился таким супер идем дальше здесь будет вот такое восходящее движение давайте разбираться прижимаем третью струну на четвертому ладу и играем вместе с пятым открытым басом две струны друзья на самом деле нужно их сыграть не вместе а друг за другом пятую и третью этого стрелочка которая стоит рядом с этими струнами с этими ладами обозначениями цифрами означает что нужно их разложено сыграть то есть отложенный бас это называется и так сыграли поочередно пятую и третью струны далее играем третью струю на пятом ладу затем переходим на вторую струну и на ней будем играть пятый лад затем четвертый седьмой пятый пятый четвертый седьмой пятый далее переходим на первую струну и играем седьмой пятый лады уже на первой струне давайте еще раз отлично и все это дело переводим следующий третий такт который звучит следующим образом давайте разбираться здесь прижали первую струну на третьем ладу и сыграли одновременно с шестым открытым басом дальше играем четвертая открытая третья открытая вторая на пятом ладу после этого играем первую струну на третьем ладу все еще она у нас прижата и после этого коротко играем вторую струну на пятом ладу предлагаю здесь нам друзья обязательно соединить 2 и 3 такты будьте готовы пожалуйста что вот этот пассаж во втором такте у вас будет играться с ускорением поэтому пожалуйста четко подберите пальцы в левой руке пока что мы играем ровно но в будущем будем ускоряться и об этом чуть позже скажу и так закончили на второй струне на пятом ладу дальше переходим в четвертый такт и играем вот такой вот интересный аккорд прижали первая струя на третьем ладу уже прижата дожали вторую струну на четвертым ладу и играем 6 открытая 3 открытая 4 6 открытая 3 открытая 2 на 4 ладу и 1 на 3 играем друзья арпеджио то это значит вот такой вот разложенный аккордик быстрый перебор как я это называю то есть не вместе не одновременно четыре струны а по очереди 6 4 6 3 2 1 вот если не получается можно просто играть пачкой либо попрактиковаться вот такое такой вот прием и так сыграли аккорд дальше дергаем поочередно третье 2 1 затем снова третье и после этого друзья будем снова играть первую струну на пятом ладу и на третьем ладу и это означает что мы переходим к повтору как будто заново все начинаем видите у нас самое начало точно так же выглядело соответственно мы добрались до повтора и так же я предлагаю на этом вернуться в самое начало и собрать первую нашу фразу супер обращаю ваше внимание пожалуйста на ритм он должен быть очень четким пока что повторюсь играю очень ровно но в будущем рекомендую вам ускориться чуть позже об этом скажу и так после того как сыграли вот эти вот 5 3 лады на первой струне заходим на повтор то же самое что в первом такте то есть 5 1 совпадают а вот дальше у нас будет немножко другой пассаж собственно будем заканчивать наше вступление именно вот такой вот красивой фразочкой так прижали вторую струну на восьмом ладу средним пальцем сыграли и одновременно спят открытым с пятым открытым басом далее прижали вторую струну на седьмом ладу указательным пальцем далее делаем хаммер по восьмому ладу и плов на седьмой лад причем все это друзья достаточно быстро делается вот эта группа из трех нот там и заканчиваем мы ее на третьей струне на девятом ладу дергаем уже пальцем правой руке то есть раз-та-та-та-та треволька вот здесь вот такая седьмой лад восьмой хаммер плов на седьмой лад и закончили на третью струне на девятом ладу после этого вернулись снова на вторую струну на седьмой лад и далее друзья играем пассаж из двух групп три воли то есть два раза по три ноты давайте разберемся первая струна десятый лад мизинцем затем первая струна восьмой лад средним пальцем и седьмой лад указательным такие первые три ноты дальше спускаемся на вторую струну играем тоже десятый восьмой и далее переходим на третью струну на девятый лад и после этого финишируем мы на третьей струне на восьмом ладу и добиваем буквально два флажолета после этого указательный палец как раз у нас для этого освобожден флажолет на седьмом ладу на второй струне то есть едва касаемся нашей струны не прижимаем касаемся просто коснулся едва ровно над порожком седьмого и восьмого ладов между седьмым и восьмым лад на ладами сыграл флажолет на соответственно второй струне и затем на седьмом ладу на первой струне и этого получилось и теперь друзья проверим весь наш шестой и седьмой такты вместе эти флажолетики на седьмом ладу на второй и первой струне играем свободно здесь уже ушел у нас ритм просто играем это так в свободном в комфортном для себя темпе как захочется замедление делаем и того друзья есть вступление давайте его проверим сейчас сыграя очень четко ритмично а потом покажу как бы я его в будущем играл друзья только после того как вы сможете вот так вот все ровно и четко сыграть запомните где какие пальцы разучите только после этого можно попробовать поэкспериментировать с темпом есть такое слово агогика она означает ускорение замедления вообще изменение темпа есть слово динамика она означает соответственно громче тише то есть палитру звуков насколько громко или тихо мы играем а вот слова агогика означает изменение темп так вот здесь поскольку интро в самом начале обратите внимание джин сан ким написал нам free time это означает что в свободном мы соответственно темпе играем не обязательно играть тупо четко по метроном поэтому я предлагаю вам рассмотреть вот такую концепцию конечно вы можете делать сами но я бы сделал что-то вроде того чтобы добавить немножко жизни вот что-то около того друзья экспериментируйте пробуйте сами с ускорениями и замедлениями самое главное чтобы ваша музыка была живой а не звучало слишком ровно и одинаково чего не скажешь друзья о следующей части где ровность прям принципиально важно и эта часть а это самая главная тема друзья переходим к разбору пожалуй самые главные и спорные части потому что здесь как раз возникает очень много вопросов давайте для начала вам покажу как она звучит вот друзья пожалуй на этом остановимся и начнем как раз таки разбор и так друзья конкретно маленькая предыстория по этой части я видел достаточно много исполнений где вот это вот техника большим пальцем заменяется какими-то другими приемами мне же показалось очень интересным честно признаюсь за более чем 20 лет игры на гитаре не видел так чтобы вот большой палец видел конечно но не использовал никогда это так сказать на практике большой палец играл вверх поэтому мне показалось интересным освоить это но если джинсан ким смог почему мы с вами друзья не сможем поэтому я решил не колхозить потому что видел много исполнений где заменяли это вот так или вот таким образом или вообще упрощали басовую партию вот все это скучно все это друзья побег от реальности поэтому предлагаю вам выучить самую хардкорную часть с хардкорную версию прям как у джинсан кима и друзья давайте разберемся сразу говорю будет немножко сложно конечно приучить большой палец играть вверх мне было для начала очень непривычно но буквально там через неделю примерно все стало на свои места это в целом достаточно естественное движение для нашей руки поэтому запаситесь терпением у меня получилось и у вас получится это точно итак друзья теперь давайте разбираться чего же у нас здесь написано повторюсь что я немножко адаптировал табы это не значит что я упростил или усложнил партию джинсан кима это значит что я вам немножко помог с обозначениями обратите внимание что появились некоторые стрелочки рядом с открытой шестой струной это означает направление движения давайте сразу разберемся с условными обозначениями и так если рядом с открытой струной ну или вообще с басом, вы видите, вот обратите внимание сразу же в первом такте, если вы видите стрелку вниз, то это означает, друзья, что мы с вами будем играть басовую струну, тем самым движением вверх. А если наоборот стоит стрелка вверх, в табах, то тогда вы будете, друзья, играть, соответственно, большим пальцем вниз, то бишь в пол. Почему такая путаница, друзья? Потому что стрелка, если вы видите в табах стрелку вверх, она движется к самой тонкой струне, к самой верхней, к первой. У нас же, соответственно, движение это идет в пол, как бы. То есть путаница. Если в табах стрелка вверх, к первой струне, то и вы, ну как бы, вы движетесь вниз. Но в то же время путаницы никакой нет, потому что вы движетесь к первой струне. Если совсем запутались, друзья, то можно просто, глядя на свои табы, вот так вот гитару взять и увидеть, ага, все, теперь все совпало. Стрелка вверх означает движение к самой тонкой струне. Надеюсь, я вас не запутал, вы разобрались. Итак, друзья, поехали. Теперь давайте вникать, что же здесь написал нам наш Джин Сен Ким. Значит, начинаем, друзья, мы с слэпа по шестой струне. Слэп это прием, очень много я о нем рассказывал в разборе на Take Me to Church. Он, кстати, очень популярный на моем канале, посмотрите, если не смотрели. Ну и также на антимузыкалке в модуле по слэпам. У нас целый модуль из трех уроков, где мы разбираем все возможные типы слэп. Поэтому, друзья, если хотите научиться этот прием, прям четко, качественно играть, он не получается, пожалуйста, вы знаете, что делать. Здесь не буду подробно останавливаться, потому что вы у меня уже опытные, если играете эту аранжировку. Просто играем, друзья, слэп по шестой струне. При этом, обратите внимание, я глушу все пять струн. Первую, вторую, третью, четвертую, пятую левой рукой. Для того, чтобы слэп был чистым, без всяких призвуков. Итак, сыграли слэп, при этом плюс бас-бочка, плюс кик. Вот такое движение. Далее, друзья, делаем щелчок по басовым струнам. Затем играем коротко шестую струну щипком подцепом вверх. После этого сразу же, друзья, глушим ее левой рукой. То есть, видите, сыграл, заглушил. При этом, кстати, я еще глушу ее и правой рукой. Ну, то есть палец засовываю снова под струну. Вот таким образом. Далее, друзья, после этого вы заглушили струну и играем вот такой вот с вами заглушенный щипок вверх. Стоит крестик со стрелочкой вниз. Это значит, что мы будем играть вот такое вот движение. Я называю это плак. Вернее, американцы называют плак. То есть, заглушенный щипок, мертвая нота. Получилось щелчок, затем открытый бас вверх, а затем закрытый бас, мертвый бас ударом вверх большим пальцем. Сразу же после этого, после мертвой вот этой ноты, друзья, будем играть с вами уже щипок вниз большим пальцем плюс бас-бочка. То есть, получилось. Вот такая вот первая группа. Еще раз, надеюсь, вы разобрались. Слэп, щелчок, дальше шестая вверх, затем шестая заглушенная тоже вверх. И затем бас-бочка плюс щипок уже вниз. То есть, у вас получилось три подряд баса. Вверх звучащий, затем вверх заглушенный и вниз с бас-бочкой. Вот в таком ритме. Давайте всю эту первую часть сейчас соберем. Слэп, па. И сразу же после вот этого движения, после щипка вниз и бас-бочки, можно еще добавить щелчок. Итак, играем вот эту первую часть, друзья, вместе ритмично. И еще раз. Вот в этих как раз-таки заглушенных, друзья, плаках, плак, плак, да, от английского плак, в мертвых нотах, в этом и есть весь кайф. Вот добавляется как раз-таки вот этот вот басовый грув. Без них будет совсем не то. Ну, типа, похоже, но нет вот этой вот мелких... Кача не хватает. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь максимально серьезно. Если сразу не получается, посидите немножко. Супер, друзья, идем дальше, не останавливаемся. После щелчка у нас с вами в этом же такте еще один щипок наверх большим пальцем. Далее опять плак, тоже вверх. Мертвая нота. Давайте я буду говорить мертвая нота, чтобы не плакать. И сразу же после мертвой ноты вверх опять играем бас-бочку с шестым открытым басом, который мы сыграем вниз уже большим пальцем. Итак, друзья, давайте проверим весь наш первый такт, плюс еще первая нота из второго такта нашей части А. И еще разок медленная. Итак, в десятом такте мы уже сыграли шестую струну вместе с бас-бочкой. Далее делаем щелчок. Затем играем шестую струну щипком вверх. Затем щипком вниз. И сразу после щипка вниз играем флажолет на второй струне на седьмом ладу. И флажолет этот играем вместе с бас-бочкой. И вот в этом как раз и есть сложность. То есть... Сначала щипок вверх, затем щипок вниз и сразу же флажолет с бас-бочкой. После этого, друзья, сделали щелчок по шестой струне. Далее дергаем шестую струну. И добиваем еще флажолет на третьей струне на пятом ладу. Вот что у нас получается в десятом такте. Отлично, друзья. Теперь самое время соединить наши девятый и десятый такты. С самого начала. Поначалу может быть сложно, потому что действительно нот много каких-то странных. Поэтому, друзья, очень медленно. Не спешите ускорять. Сначала сделайте все ритмично. Давайте я вам немножко еще постучу для того, чтобы у вас прям кристально чисто это появилось. Если у вас получатся эти два такта, у вас получится и все остальное. Поэтому поработайте несколько часов, дней, кому сколько нужно конкретно вот над этими двумя тактами. Если сделать их, то получится и остальные. Поехали, проверим еще раз. И еще разочек. Очень аккуратно. Отлично, друзья. Можем двигаться дальше. Но вы обязательно отработали их, надеюсь. Далее, в целом, практически такой же такт по ритму. Абсолютно. Идентичный по ритму, но немножко отличающийся по нотам. Вместо шестого открытого баса мы будем играть шестую струну на восьмом ладу. И причем я вам ее рекомендую после флажолета на пятом ладу в предыдущем такте прижимать безымянным пальцем. Сейчас поймете почему. Безымянным пальцем, то есть третьим пальцем. Восьмой лад на шестой струне. Это наш бас. Итак, начинаем мы с шестой струны на восьмом ладу. Бас-бочка плюс. Далее щелчок. Далее шестая струна на восьмом ладу вверх. Затем мертвая нота. Вверх также. После этого играем бас вниз плюс бас-бочка. Далее щелчок. Подцепь вверх. Бас звучащий. Затем подцепь не звучащий. Мертвая нота. И снова бас-бочка сразу же. Сейчас сыграю вам от щелчка. А теперь соединяем одиннадцатый такт вместе. Да, если в предыдущих тактах нам с вами постоянно нужно было шестую струну глушить. То здесь придется постоянно расслаблять безымянный палец, который отвечает у нас за шестую струну. То есть, еще раз. Бас плюс бочка. Щелчок. Затем шестая струна на восьмом ладу вверх. Затем расслабили палец. Сыграли мертвую ноту вверх. Затем снова прижали шестую струну на восьмом ладу. И сыграли сразу же бочку плюс бас вниз. Далее щелчок. Сразу же после щелчка сыграли шестую струну на восьмом ладу. Бас вверх. После этого вновь расслабили безымянный палец. И играем мертвую ноту вверх. И сразу после нее играем наш бас вниз с бас-бочкой. Итого, объединяем весь наш первый такт плюс первая нота из следующего такта. Повторюсь, друзья, здесь очень важно научиться расслаблять безымянный палец для мертвых нот. Супер! Теперь смотрим на двенадцатый такт. Мы уже сыграли в нем тот самый бас с бас-бочкой. Далее щелчок. Затем бас вверх. Бас вниз. И сразу же после того, как сыграли бас вниз. Играем все тот же флажолет на второй струне на седьмом ладу. Плюс бас-бочка. Далее щелчок. Снова бас. И после баса играем флажолет на пятом ладу на четвертой струне. И проверяем весь наш двенадцатый такт. Вот что у нас получилось с флажолетами. Пожалуйста, не забывайте играть вместе с первым флажолетом бас-бочку. Она очень важна. Супер, друзья! Проверяем одиннадцатый-двенадцатый такты. Отлично! Идем дальше. Следующая пара тактов. Здесь все то же самое. Но только, соответственно, поменялись ноты. Шестая струна теперь уже будет на пятом ладу. Прижимаем ее указательным пальцем. И снова играем, друзья. Бас плюс бас-бочка. Щелчок. Затем шестая струна вверх. Прижатая. Затем шестая струна вверх. Мертвая нота. То есть расслабили указательный палец. А сразу же после этого будем ее цеплять уже вниз плюс бас-бочка. И того получилось. Далее щелчок. После этого сразу же шестая наверх, звучащая. И после этого играем шестую мертвую, соответственно. Расслабили палец. А после этого действия, после мертвой ноты, опять традиционно играем шестую вниз с бас-бочкой. Итого проверяем весь наш тринадцатый такт. Отлично, друзья. Еще разок. В четырнадцатом такте мы уже сыграли шестую на пятом ладу. Даем. Далее делаем щелчок. Далее играем шестую вверх. Ну, соответственно, вверх. Затем вниз. И далее традиционно флажолет на второй струне на седьмом ладу вместе с бас-бочкой. Затем щелчок. Затем бас вниз. Шестой на пятом ладу. И снова флажолет на второй струне на седьмом ладу. Весь наш четырнадцатый такт. И проверяем тринадцатый и четырнадцатый. И далее, друзья, последние два такта нашей части А. Итак, сыграли бас. Плюс бас-бочка. Затем щелчок. Далее, как обычно, сначала играем вверх. Шестой бас прижатый. Затем расслабленный. Мертвая нота. И после этого большой палец вниз, плюс бас-бочка. Итого получается. И еще разок. И еще разок. Далее, щелчок. Затем вверх. Бас щипаем. Затем расслабленную мертвую ноту тоже вверх. А сразу же после того, как сыграли вот эту мертвую ноту вверх, будем играть, друзья, с вами. Две ноты. Дожали еще пятую струну на четвертом ладу указательным пальцем. И сыграли одновременно шестую и пятую. Плюс бас-бочку. То есть, последняя нота в пятнадцатом такте. Это мертвая нота вверх. И сразу после этого играем две струны. Пятую и шестую. Вместе с бас-бочкой. Итого проверяем весь наш пятнадцатый такт. Плюс первая нота из шестнадцатого. Надеюсь, вы справились. Еще разок. Далее щелчок. Сделали щелчок. Снова сыграли шестую и пятую. Расслабили пальцы дальше. После этого снова сыграли шестую и пятую. Уже с бас-бочкой. И закончили все щелчком. То есть, шестнадцатый такт получился таким. Шестая и пятая. Одновременно. Плюс бас-бочка. Дальше щелчок. Дальше шестая и пятая. Без бочки. Затем расслабили пальцы. Просто сделали паузу. Оборвали звучание. Расслабили пальцы левой руки. И затем снова эти же струны сыграли уже с бас-бочкой. И закончили все щелчком. Итого, друзья, проверяем наш пятнадцатый и шестнадцатый такты. Супер. Итак, друзья, мы в целом с вами разобрали первую часть, часть А, основную. Давайте медленно сейчас ее вместе с вами всю проверю. В идеале вы должны вот стремиться к такому исполнению первое время. Для того, чтобы у вас все отскакивало от зубов, каждая нота была на своем месте. Поехали. И очень медленно. Супер. Теперь переходим к следующей части, часть В. И это тоже одна из самых виртуозных, на мой взгляд, частей. Вообще, честно говоря, я бы назвал лично для себя, как и для моих студентов, которые уже работали с этой аранжировкой. Пожалуй, самая сложная часть. Потому что здесь, друзья, начинается работа шестнадцатых. То есть, довольно моторная, мелкая техника. Поэтому здесь, конечно, все это нужно будет очень сбалансировать. Давайте покажу, о чем я говорю. Супер! Друзья, часть В. Поехали, давайте разбираться. Итак, обращаю ваше внимание. Соответственно, в левой руке у нас идет что-то вроде наподобия тэппинга. Но скорее я бы назвал это просто серия хаммеров и пуллофов и слайдов. То есть, техника левой руки, пожалуйста, здесь у вас должна быть прямо в порядке. Правая же отстукивает. Просто бит. Давайте разбираться. Поехали! Кстати, я бы вам для начала, друзья, советовал разобраться просто с партией левой руки. Ну, для того, чтобы не засорять пока себе голову совсем партии правой руки. Если вы способны сразу по табам соединить, отлично. Я расскажу вам сейчас все-таки отдельно партии. Итак, друзья, давайте начинать. Одновременно играем шестую струну. Открытый бас плюс вторая струна на пятом ладу указательным пальцем. И далее, друзья, играем первая, четыре, шестнадцатая. Значит, сыграли. Бас, вторая, плюс бас-бочку. Обязательно еще. Далее делаем пуллоф на вторую открытую струну. Затем хаммер снова по пятому ладу второй струны. И хаммер по седьмому ладу второй струны. Первая четыре ноты. Далее, друзья, делаем слайд на восьмой лад. Второй же струны. У нас вообще все пока что на второй. И одновременно с этим делаем щелчок в правой руке. Затем делаем обратный слайд на седьмой лад. Второй струны. Затем делаем пуллоф на пятый лад. И пуллоф на вторую открытую струну. Отлично. Первая восемь нот. Далее, друзья, мы с вами закончили на пуллофе. Сделали вторую открытую струну. Далее мы делаем снова хаммер по пятому ладу. Затем снова пуллоф на вторую открытую. Затем снова хаммер по пятому ладу. И одновременно с этим мы должны сыграть бас плюс бас-бочку. То есть хаммер, пуллоф, хаммер. И снова хаммер по седьмому ладу. Супер, давайте сначала. Далее, друзья, снова слайд на восьмой лад. И одновременно вместе с ним щелчок. Затем слайд на седьмой лад обратный. Снова пуллоф на пятый лад. И пуллоф на вторую открытую струну. Поехали. С самого начала весь такт. Самое сложное проколотить вот эту третью группу шестнадцатых. Ну, надеюсь, что вы запомнили и разобрались здесь. Давайте еще раз проверяем семнадцатый такт. Пожалуйста, следите за тем, чтобы ваши хаммеры, особенно по пятому ладу, особенно на сильную долю, вот как раз-таки на третью группу шестнадцатых, были очень громкие. И чуть-чуть живее. Также, друзья, есть сложность, лично у меня, с тем, чтобы делать довольно громкие слайды. Да, постарайтесь немножко больше энергии вложить в слайды, потому что довольно непривычно делать столько слайдов, и чтобы они еще громкими довольно получались. Отлично. После этого, друзья, мы переходим в восемнадцатый такт. И сейчас буду рассказывать, как звучит он. Здесь у нас новая сложность. Здесь добавляются выбросы. Итак, друзья, занимаем позицию. Прижали шестую струну на восьмом ладу большим пальцем. Это у меня обозначено в табах буквочкой Т. Обращайте внимание. И прижали вторую струну на седьмом ладу указательным пальцем. Дальше делаем. Соответственно, играем шестую плюс вторую вместе с бас-бочкой. Думаю, это уже вы замечаете. Далее хаммер по восьмому ладу второй струны. Затем пулов на седьмой лад обратно. Затем дергаем третью струну на девятом ладу. Это уже правой рукой, наконец. Хоть что-то живая нота появилась. Шучу, конечно. После этого, друзья, нам с вами нужно сделать очень аккуратный выброс только по второй струне по седьмому ладу. И здесь большая сложность у очень многих, и у меня в том числе, получается грязноватый выброс. То есть, наша задача шлепнуть, сделать выброс только по второй струне. Желательно не цепляя при этом ни третью, ни первую, ни четвертую. Лишние струны. Поэтому рекомендую вам делать выброс указательным пальцем. Причем первую струну я изолировал указательным же пальцем. То есть, заглушил ее. Видите, она у меня не прозвучит. Супер! Сделали выброс. Далее снова хаммер по восьмому ладу. И снова пулов на седьмой лад. И снова цепляем третью струну на девятом ладу. То есть, два раза одинаковые вообще четыре ноты. Только сначала мы делали это с бочкой и с басом, а потом с выбросом. Далее, друзья. Последние пять нот. Вторая струна на восьмом ладу прижата. Дергаем ее пальцем правой руки. Затем делаем пулов на седьмой лад. Ну, соответственно, второй струны. Далее, друзья, играем одновременно бас, ну, который у нас все еще прижат. И третью струну на девятом ладу. Плюс бас-бочка. Затем делаем пулов на седьмой лад. Третьей струны. И последнее. Это выброс по четвертой струне. На восьмом ладу. Все. Проверяем. Далее, друзья, переходим в девятнадцатый такт. Здесь тоже очень важно будет делать очень сверхточные выбросы. Итак, для начала займем позицию. Прижали шестую струну на пятом ладу большим пальцем. И четвертую струну на пятом тоже ладу средним пальцем. И начинаем мы с того, что играем шестую и четвертую одновременно с бас-бочкой. Затем сдергиваем. То есть делаем пулов на четвертую открытую. Дальше хаммер снова по пятому ладу четвертой струны. После этого дернули третью струну на пятом ладу. Это уже правой рукой. Пальцем правой руки. Далее, друзья, очень важно сделать чистенький выброс по третьей струне на четвертом ладу, которую мы прижали указательным пальцем. Пожалуйста, заглушите свою вторую струну, чтобы она не гудела в выбросе указательным пальцем левой руки. Ну и, кстати, четвертую тоже можно хитро так поставить указательным пальцем, чтобы она не звучала. И у вас был чистый, безопасный выброс. Что значит безопасный, чистый выброс? Вот если вы ничего не заглушите, то попытаетесь ляснуть по третьей, и у вас прозвучит вот эта вся грязь. Это нам не нужно. Поставили палец. И вот теперь это чистенько звучит. Вот. Далее, друзья, сделали выброс. Далее, хаммер по пятому ладу третьей струны. Пуллов на четвертый лад обратно. После этого дернули четвертую открытую струну. Проверяем. Далее, после того, как дернули четвертую открытую струну, очень важен следующий пуллов. Он должен быть супермощным по пятому ладу четвертой струны. Далее, снова пуллов на четвертую открытую струну. После этого снова хаммер на четвертую струну на пятом ладу. То есть, смотрите, я начну сейчас вам, друзья, играть с четвертой открытой струной, со щипка. Щипнули. Хаммер. Пуллов. Хаммер. И вот последний хаммер, про который я сказал, он будет играться одновременно с басом. Шестая струна на пятом ладу. И еще бас-бочку. Вот так. Отлично. Проверим с самого начала. После этого дернули третью струну на пятом ладу. Далее выброс опять по четвертому ладу третьей струны. Кстати, к этому моменту важно бы уже отпустить четвертую струну. Средний палец убирайте нафиг. Не нужен он тут. Сейчас. Да, не нужно. То есть, сделали выброс по третьей струне на четвертому ладу. Дальше хаммер опять по пятому. Пуллов на четвертый лад. И в конце цепанули четвертую открытую струну. Итого получилось. Отлично, друзья. Есть. У нас девятнадцатый такт и последний, двадцатый. У Джин Сан Кима играется так. Такой вот пассаж. Причем очень интересной техникой. Достаточно распространенной. Когда указательный палец соединяется с большим. Типа воображаемый медиатор мы держим. И. Играем весь пассаж как будто медиатор. Вы можете играть так. В целом я вам тоже любезно поставил стрелочки. Обратите внимание. Если стоит стрелочка вниз, это значит, что вы цепляете. Ну, соответственно, пальцем опять же делаете щепок как бы к себе наверх. Если стоит стрелочка вверх, то, соответственно, делаете щепок вот туда, вниз по направлению к высоким струнам. То есть, соответственно, что я предлагаю? Сразу скажу, спойлер, что я играю немножко по-другому. То есть, я не становлюсь вот в эту позицию. Я играю просто пальцами привычный мне пассаж. Двумя пальцами. Вот. Поэтому вы можете поэкспериментировать. Я, кстати, к слову, честно сначала освоил вот эту технику. Вот. Но в динамике заметил, что мне не очень удобно как бы вот отсюда. Перелазить сюда. Хотя, в целом, тоже могу. Но почему-то для себя я выбрал вот такой вариант. Вот. Поэтому я вам все-таки расскажу тот вариант, который все-таки в табах, в оригинале у Джинсен Кима. А вы, если что, можете играть так же, как я играю. Итак, пассаж. Начинаем мы с третьей струны на четвертом ладу. Безымянным пальцем. И плюс пятый открытый бас и плюс бас-бочка. Сделали слайд на пятый лад, затем слайд снова на четвертый. Вот так. Далее, друзья. Третью струну на втором ладу. Мы цепляем, соответственно, ударом вверх. После этого. Третью струну на четвертом ладу мы цепляем ударом вниз. После этого вы делаете пулов на второй лад третьей струны. Далее. Дергаем четвертую струну на третьем ладу ударом вниз. Затем третью струну на втором ладу ударом вверх. Далее. Снова четвертую на третьем ладу вниз. Затем пулов на второй лад на четвертой струне. Сделали пуллов на второй лад Затем переходим аж уже на пятую струну Играем мизинцем Пятую струну на пятом ладу Тоже вниз Затем слайд на четвертый лад И последний тоже удар вниз Пятая открытая струна То есть пятая струна, пятый лад Затем слайд на четвертый лад И пятая струна ударом вниз Итого Есть, друзья Первые четыре такта проверяем очень медленно Еще раз повторюсь Вот последний пассаж Можно все то же самое просто продолбить пальцами Окей, проверяем Вот, собственно, как я сейчас и сделал Далее у нас, слава богу, повтор, друзья Первых трех тактов все то же самое А вот дальше вместо вот этого пассажа У нас будет немножко другой выход в следующую часть Мне, кстати, он очень нравится Спокойно Не нервничаем Итак, работаем Вот вы сыграли Двадцать третий так, да? Далее, друзья, снова вроде ту же позицию Под пассаж занимаем Это третья струна на четвертом ладу Замянным пальцем Плюс пятый бас И, как всегда, бас-бочка никуда не делась На первую долю, да? А далее, друзья, делаем очень короткий слайд На пятый лад И снова на четвертый Вот такой прям Как будто Просто Короткий Максимально короткий Триоль После этого сыграли третью струну на втором ладу Вот у вас должно получаться То же самое Нужно будет сделать на второй струне Четвертый лад Соответственно, на второй Потом слайд на пятый Снова слайд на четвертый И в конце вторая Открытая Пожалуйста, разными пальцами в правой руке То есть И бас надо заглушить Обратите внимание Чтоб он не гудел Некрасиво И последнее Занимаем позицию Баре на седьмом ладу Прижали третью струну на восьмом ладу Итак, баре мы кладем на четыре струны Пожалуйста, указательным пальцем Далее будем дергать третью струну на восьмом ладу Хаммер по девятому ладу Этой же струны Далее вторая струна на седьмом ладу Под баре она у нас же прижата Хаммер по восьмому ладу Средним пальцем И далее, друзья Смотрите, что будем делать Средний палец у нас сейчас на второй струне Нам его нужно переместить на третью струну На восьмой лад И дальше ляснуть Вот такой вот аккордик Пятое, четвертое, третье, второе, первое Ля мажорчик, да? Кстати, у Джин Сан Кима Я вижу здесь бочка Я же привык делать здесь Ну, говорю как есть Выброс То есть не кик, а сне, а щелчок Кстати, четвертая доля Логично, на самом деле Чтобы был не кик, а сне Ну, в целом, как бы на авторство не претендую Лично мне нравится Выброс Короче, на ваш суд Тут уже как хотите Либо удар по пяти струнам Пять, четыре, третье, вторая, первая Пуск, кик Либо, как я делаю Соответственно, выброс По тем же струнам Вообще никто разницы не заметит Друзья, поверьте Вы бы никогда и не узнали Если бы я вам не сказал Все, друзья Итого, вот такой выход Тут очень важно Перескочить средним пальцем в аккорд Кайф Поздравляю вас Есть у нас часть Б Она, пожалуй, самая сложная Пожалуйста, залатайте ее Прям Вот ей больше всего внимания И, друзья, самое время разобрать ту самую часть С Которая прям просто заставляет ваших слушателей потерять дар речи И звучит она так Ну, надеюсь, что как бы дар речи вы не потеряли Потому что дар игры точно нам понадобится сейчас Итак, друзья, поехали Давайте здесь тоже не будем постараемся не засиживаться А сразу же приступим к делу Итак, как всегда На вашем экране находятся сейчас два такта Вот это все воспринимаем как одно целое Сейчас я научу вас читать, друзья Вот эту всю ересь Вот эти все табы Это то, чему мы на самом деле очень детально учимся на антимузыкалке, друзья Вот все студенты, все выпускники антимузыкалки После прохождения курса Способны вот это вот без всяких разборов, без объяснений Спокойненько прочитать Если вы хотите делать так же, уметь разбирать такие сложные и любые другие аранжировки Пожалуйста, друзья, становитесь студентом антимузыкалки И хватит мучить себя этими разборами И меня, кстати, тоже У меня уже голос садится, но я не жалуюсь И просто разбирайте музыку самостоятельно Это реально круто Просто каждому рекомендую научиться это делать Делать это можно легко вместе с нами Итак, друзья, да, с самого начала Обращаю ваше внимание, что Джин Сан Ким у него здесь в табах Значок вверх Вот такой вот удар Щипок плюс бас-бочка Я сразу говорю, предлагаю играть здесь слэп Объясню почему Вот вы заканчиваете вашу предыдущую часть На чем мы там остановились И дальше после вот этого вот мощного щелчка Даже если вы там бочку сыграли Предыдущий фрагмент Вот Здесь начинается движение вверх Плюс бас-бочка Ну, как-то нету Такого, знаете, акцента Отделения Части вообще друг от друга должны очень ярко отделяться Давайте покажу вам То есть я бы начинал со слэпа С мощного удара Потому что вот это движение Ну, как бы его не хотели сыграть Ну, в целом можно, конечно, подцепить вверх В общем, я не буду сильно останавливаться Я играю просто здесь слэп Вместо вот этого вот движения вверх Поэтому, если вы, опять же, топите за оригинал Пожалуйста, друзья, делайте как в оригинале Я же делаю Вот таким образом Либо можно сделать То есть Объясняю, что Вообще Про что я Самая первая доля Двадцать пятого такта Это движение вверх Плюс бас-бочка Вот так вот по всем струнам Либо, если хотите, миска больше добавить Как я это делаю Я делаю просто слэп по шестой, пятой, четвертой струнам Супер! Далее, друзья, давайте идем дальше Следующий паттерн разучим Который будет очень много раз здесь повторяться Итак, мы играем с вами слэп Уже не такой слэп, как раньше играли А вот по этой части указательным пальчиком легенький такой слэп Это скорее даже имитация хай-хета Итак, первая доля Так вы ее делаете Или основной слэп Давайте я буду рассказывать свой вариант Основной слэп Далее, вот этот слэп хай-хет Слэп хай-хет через дефис После этого, друзья, мы играем короткий удар Вот здесь вот по обечайке Либо, ну, где-то надо шмякнуть Можете здесь, можете здесь Я это делаю под грифом Итак Вот эти два коротких удара Сначала слэп по басовым струнам Такой отскакивающий хай-хетовский Потом вот здесь, где-то по обечайке ляснете Левой рукой обязательно И финишируем эту группу Перкуссионными флажолетами на двенадцатом ладу Атакуем так в районе двенадцатого лада наши струны Чтобы появился флажолет И того получилось Или, если вы играете как Джин Сан Ким Короче, в любом случае Далее, друзья, следующий паттерн Играем с вами Семь действий Давайте разбираться Бас-бочка Кик сделали Затем снова хай-хет слэп По басовым струнам, указательным пальцем Дальше снова хай-хет левой рукой По обечайке удар Понятно, три действия сделали Потом снова их же То есть получилось И финишируем на перкуссионном флажолете Аж на девятнадцатом ладу Найдите свой девятнадцатый лад Четко флажолеты И попробуйте их выбить перкуссионным флажолетом То есть, вот этот второй паттерн У нас получился И давайте с самого начала проверяем Первое действие это Ну, собственно Слэп основной Или как от Джинсен Кима Дальше короткий паттерн С финишем на двенадцатом ладу Всего три действия Раз Раз, два, три А дальше вот эти вот семь действий Итого получилась Далее, друзья Точно такой паттерн Из семи действий Па-па Па-па Но финишируем его На двенадцатом ладу То есть, получилось с самого начала И еще разочек Чтобы вы не запутались Первое действие Либо как Джинсен Ким Либо как Иван Захаренко Как хотите Да все Не буду я тысячу раз Вам одно и то же говорить Просто слэп делаю Раз Потом три действия Та-та-та Раз Та-та-та С финишем на двенадцатом ладу Дальше Па-па Па-па-па Дальше то же самое Па-па Па-па-па Снова с финишем на двенадцатом ладу И еще два действия Сюда же забираем Дальше будет удар По Вниз По шестой, пятой, четвертой И удар вверх Большим пальцем По первой, второй и третьей струны Итого получилось И еще друзья Сюда же забираем Еще три действия Вот такие три удара По открытым струнам Первый удар вниз Будет по шестой, пятой, четвертой струны Следующий удар будет вверх Ногтем большого пальца я цепляю По первой, второй, третьей струнам И еще один точно такой удар вверх Опять же по первой, второй, третьей Получилось Па-па Все Та-та-та Вот в таком ритме И давайте присоединим это все К нашей первой части И дальше можно левой рукой хвататься в районе седьмого лада Отлично Еще разочек, друзья С самого начала Три и четыре Вот как у вас должно получаться Последний раз вместе со мной Три и четыре Следующая часть, оставшаяся в этом большом двутакте, друзья Звучит так Это, собственно, то самое соло Которое должно из этой вот всей каши огромной Выбиваться у вас и очень ярко звучать То есть не вот это важно А вот это Это та тема, которая должна у вас Над всем этим обилием перкуссионных звуков выбиваться Поэтому мы ее отдельно как бы и присоединять сейчас будем Итак, у нас должна получиться вот такая вот фразочка Что я здесь делаю, друзья Для начала я занимаю позицию Седьмой, девятый лад Третья струна на девятом ладу Безымянным пальцем прижимается И, друзья, указательный палец будет отвечать За четвертую струну на седьмом ладу То есть Безымянный на девятом на третьей струне Указательный на седьмом ладу На четвертой струне И, друзья, что делаем Первое движение Это удар вниз Удар вниз по Ну вообще желательно как бы По примерно ориентировочно Четвертой, третий, второй Но при этом, друзья, самое главное Чтобы у вас из всех струн Звучало только третье То есть Это то самое глушение Вроде бьете по всем Правой рукой, да Но звучать у вас должна Только третья струна Обратите внимание Как я добиваюсь этого эффекта Указательным пальцем Все лишнее Я снимаю Я снимаю Если быть точным Пятую струну Ну, смотрите Мне же указательным потом прижимать Как я сказал Четвертую на седьмом Поэтому я упираюсь В пятую струну Указательным пальцем Вот она не звучит Пока что не давлю На четвертую струну Она не звучит Третья, понятно, должна звучать Вторая, первая Также Изолируется указательным пальцем То есть указательный По факту все снял И получилось, что я сыграл Кик Плюс удар вниз Вот такое вот движение Дальше, друзья Обратно вверх Щипок Указательным пальцем Я его делаю Здесь я уже наоборот Расслабил свой Безымянный палец Потому что третий У меня сейчас уже Не должна звучать А должна звучать Из всех Только четвертая Как я сказал На седьмом ладу То есть смотрите Первые три Я изолировал Указательным опять же Ну и по прежнему Пятую струну Глушит указательный Короче указательный Всех снял Кроме четвертой На седьмом ладу Вот что получилось То есть сначала Давит безымянный Затем Давит указательный И вместе с ударом вниз Повторюсь Играю бочку Супер Я думаю что не сложно Пожалуйста не забывайте Про бочку Она очень важна Итак Сыграли два вот этих удара Вниз Вверх Дальше вот такой вот Друзья Сне Ладонью Это аналог Вот этого вот щелчка Да Только мы здесь его делаем Вот по этой части Грифа По контргрифу Просто вот так вот Ладошку свою паркуем Вот здесь Для того чтобы получить Шимовой эффект Далее После того как мы Припарковали свою ладошку Нам нужно будет Следующим движением Смахнуть Вторую струну Которую прижмет Кстати мизинец На десятом ладон Вот Ну и как всегда Конечно же попасть Только по второй струне Вот из этого положения Будет сложно Поэтому Все остальное У нас должны заглушить Оставшиеся пальцы Все так же Указательный Или мизинец Глушить первую Третью Четвертую И пятую Короче заглушить надо Все кроме второй струны На десятом ладон Вообще вам надо Поучиться Просто вот так вот Играть Попробуйте Что-нибудь прижать Любой лад На любой струне Если у вас есть Проблемы с глушением Порепетируйте Бьете по всем А звучит только одна Вот Со временем привыкните Это достаточно Распространенная практика Итак Вот вы сыграли Девятый лад Седьмой Дальше ладошка И смахнули вверх Вторую струну На десятом ладон Дальше все такая же Ладошка И Опять будем смахивать Уже вторую струну На восьмом ладон Вот два движения Раз Там Пам Итого целиком Вот этот весь наш паттерн Получился Кайф друзья Отдельно его пожалуйста Сделайте Это принципиально важный Фрагмент данного Места Вот что у вас должно получать А теперь друзья Будем присоединять К нашей первой части Вот этот вот кусочек Вот здесь вот немножко Я думаю вам непонятно Помните у нас вот эти вот три удара Есть по пустым струнам По открытым которые были после Вот этой части Вот вы сделали Та 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 Дальше Слушайте три удара полا пола 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 и встраиваем нашу вот эту вот сольную кусочку То есть я сейчас играю от ударов по открытым струнам После второго удара вверх Вам сразу же следующим движением вниз Надо ляснуть уже бочку И третью струю на девятом ладу Раз, два, вместе, три, четыре, раз Еще раз Вместе со мной А теперь с самого начала Вот, друзья, после того, как у вас получится Только после этого можете попробовать разогнать Вот, и после этого, друзья, все четко, планомерно разгоняйте Но сначала нужно стать маньяком ритма Вот я вам медленно чуть раньше играл Прям заманьячьте этот кусок Чтобы он у вас отлетал от зубов Потому что дальше все то же самое будет повторяться Немножко с другими ладами на других струнах Вернее, даже на тех же, наверное, струнах Итак, в целом все Первый раздел есть Дальше просто копипаст Фактически делаем Слушаем 27-28 такты А, ну не совсем Я уже забыл, как я тут играл Да, друзья, я вам немножко собрал В 27-28 тактах вроде, да, та же музыка Но добавится Хаммерон по 8-му ладу Немножко другая вот эта вот хай-хетовая составляющая Раньше у нас было с вами Па-па Вот такое зерно, да Хай-хет правой, хай-хет левой И перкуссионный флажолет А теперь будет Хай-хет правой И вместо вот этого движения будет Теппинг левой рукой по 8-му ладу Поэтому давайте разбираться Поехали 27-й этап Итак, мы закончили Видите, друзья, я всегда говорю На чем мы закончили Потому что начинать просто учить С нового, с чистого листа Нельзя Вы всегда обусловлены тем, что было раньше То есть вы всегда подвязаны на это Нельзя с этим не считаться Поэтому закончили Закончили на среднем пальце Значит, выходим на указательный Это принцип расставления аппликатуры Тоже очень важный момент Итак, опять же У Джин Сан Кима Здесь он предлагает нам сделать Удар Значит, во-первых Прижать шестую, пятую, четвертую На восьмом ладу Указательным пальцем Все это Барышка такой маленькой сделать Первая, вторая, третья открыты Итак, Джин Сан Ким нам предлагает Как делать удар вниз По всем струнам Давайте мы это и обозначим Собственно, в наших табах Отредактированных С бас-бочкой Ну, как бы я в динамике Обычно играю слэп Опять же, по басовым струнам Но, соглашусь с Джин Сан Кимом Здесь можно это сделать Для того, чтобы было Прямо яркой звонкой Вот, поэтому, наверное, сразу лучше тренируйте Да, друзья, удар вниз Итак, сыграли Шестую, пятую, четвертую струны На восьмом ладу И первые три открытые Удар вниз Плюс бас-бочка Дальше удар Опять же, хай-хэт А вернее, короткий слэп По открытым Шестой, пятой и четвертой струнам Дальше делаем Теппинг указательным пальцем По восьмому ладу По, опять же, шестой, пятой, четвертой Учим вот этот паттерн Раз, ста, гар И перкуссионный флажолет По двенадцатому ладу Дальше, друзья Те самые семь действий Давайте считать Бочка Затем хай-хэт Затем вместо вот этого Делаем вот это Это три уже есть Дальше три таких же И перкуссионный флажолет По девятнадцатому ладу По первым трем струнам То есть И сначала Дальше все то же самое Паттерн из семи действий Но финишировать будем на двенадцатом ладу Как вы поняли Итого, друзья, соединяем все Дальше, друзья Тоже непростой кусочек Давайте разбираться Вот мы закончили На перкуссионном флажолете На двенадцатом ладу Дальше играем вниз-вверх По открытым струнам Вернее, по открытому аккорду Указательный продолжает давить На восьмой лад На шестой, пятый, четвертый И так Делаем удар вниз По всем струнам Затем удар вверх По всем струнам То есть У нас будет четыре удара Раз, два, три, четыре Три, четыре будут осуществляться По заглушенным струнам В левой руке мы должны Разнабить полностью пальцы То есть уже перестать давить на восьмой лады И заглушить первые три струны Потому что они у нас ранее были открыты Вот такие мертвые ноты Да, давайте соединим Здесь, кстати, проще, чем в предыдущем куске Просто четыре ровные шестнадцатые И присоединяем все тот же фрагмент Да, друзья Будем опять же делать Бас-бочка плюс третья струна на девятом ладу Ну, соответственно, удар Только она должна звучать Затем Четвертая струна на седьмом ладу Все так же Дальше ладошка Снэр И здесь уже будем смахивать Раньше мы смахивали с вами на мизинец На второй струне на десятом ладу В предыдущем куске А теперь надо Поэтому и смахивать будем Кстати, смахиваю я указательным пальцем, если что Но можно и средним, как вам, вот, так сказать, ляжет Итак Вторая струна на двенадцатом ладу Смахнули Затем снова Ладошка Снэр И вторая струна на десятом ладу Обращаю ваше внимание на аппликатуру в левой руке Все делаем мизинцем То есть вы сделали первая ладошка Смахнули мизинец Четвертый палец Затем ладошка И обязательно Тоже мизинцем играем Десятый лад Никаким другим пальцем Если сыграете другим Сейчас узнаете, что будет Будет а-та-та Итого, друзья, соединяем Все наше действие Двадцать седьмой, двадцать восьмой такт Опять же, надо разобраться Как соединить вот эти промежуточные ноты Между То есть вы стояли указателем пальца На восьмом ладу А потом должны выйти на девятый лад На безымянный палец Ну, в целом, по аппликатуре Все в порядке И еще разок медленно проверяем Последний раз И немножко веселее Друзья, не пугайтесь Что у вас в медленном темпе Ну, вот Не совпадает То, что вы привыкли Слышать на видосах Там у Джин Сан Кима Да, у меня, возможно Ну, то есть в темпе Когда вы слышите Оригинальное исполнение И когда вы учите В медленном темпе Местами ваш слух Будет говорить Чего за фигня Типа Это вообще не похоже На оригинал Но в этом и есть Как бы Бонус Работы по табам Если вы четко все сделаете Четко расставите Все удары Про которые я вам говорю А еще опираясь на табы Если вы в длительности Поднимаете Вообще цены не будет И потом Это все дело Подразгоните То в итоге Ваша музыка Произойдет такой момент Где все сойдется И получится вот так Потому что есть места А я именно Про середину этого такта Которые в темпе Ваш слух Вообще не воспринимает Ну, то есть Он не успевает Просто обработать Эту информацию Вот Поэтому, пожалуйста Через медленный темп Отлично Мы можем переходить Наконец К двадцать девятому И тридцатому тактах Тактам И здесь, друзья Кстати Вот практически Точный повтор Будет предыдущих двух тактов Только мы заменим Наш восьмой лад На аккорд На пятый лад В общем Шестая Пятая Четвертая Струны на пятом ладу Начинаем все так же Мы с удара вниз Плюс бас-бочка Дальше выполняем Три действия Слэп Слэп обозначил вам Сразу же Слэп по открытым Хаммер по пятому ладу Хаммер, говорю Теппинг Левой рукой по пятому ладу По шестой, пятой и четвертой Как в предыдущем Все Вот если справились с предыдущим С этим то же самое делаем Значит По открытым Слэп Хай-хэт он же Затем Теппинг Он же Хаммер По пятому По шестой, пятой, четвертой Струнам по пятому ладу И перкуссионный флажлет По двенадцатому ладу По первой, второй, третьей струнам Вот такой паттерн Дальше Что делаем Семь действий Те самые, друзья Бочка Слэп Теппинг Дальше все то же самое И перкуссионный флажлет На девятнадцатом ладу Самые догадливые из вас Уже сделали это Дальше все то же самое Но с финишем На двенадцатом ладу Проверим И, друзья, дальше делаем связку Опять же, два удара вниз по всем струнам Шестая, пятая, четвертая на пятом ладу прижаты, а указательный палец Дальше, не прижимая третью, вторую и первую, они должны быть открытыми Играем вниз, вверх, дальше вниз, вверх уже по мертвым И далее, друзья, мы будем делать бас-бочку плюс удар вниз по второй струне Вернее, удар по всем Но звучит у нас, опять же, только вторая струна на седьмом ладу мизинчиком прижатая Соответственно, указательный заглушил все остальные Дальше, друзья Это действие Удар по второй струне на седьмом ладу мы сделали Соответственно, с бочкой Дальше, ладошка Затем смахиваем вверх по мертвым струнам Ничего не звучит Вот так И пока смахивали Предлагаю вам перейти на вторую струну на седьмой лад уже на средний палец Сейчас, секунду, соображу То есть нам сделать нужно с вами здесь подмену Что значит подмену? Поменять пальцы Раньше мы играли следующим образом То есть мы вышли на седьмой лад на мизинец А потом Подменили просто на средний палец И будем играть теперь вторую струну Прижимать на седьмом ладу мизинчиком И опять же бьем по всем струнам Звучит только вторая на седьмом Вот так у вас должно получиться А теперь с промежуточными ударами Нет И еще разок Проверяем очень медленно все два такта Вот кто так сделал Тот молодец Вместе со мной В одном темпе Еще раз для вас сыграем И друзья Последние два такта Тридцать первый и тридцать второй такты Давайте посмотрим на них Вот так они должны прозвучать Давайте разберемся Что здесь происходит Вот тут уже немножко все по-другому Закончилась вот эта вся история Опять же друзья Занимаем позицию на седьмом ладу Соответственно шестая, пятая и четвертая струны И Джин Сан Ким нам предлагает сыграть удар вниз по шестой, пятой и четвертой струнам Одновременно с бас-бочкой Я же, как всегда, делаю здесь слэпчик Ну в целом разницы особо нету Итак, сыграли слэп Или удар вниз вместе с бас-бочкой Как хотите Дальше, друзья Делаем вот такой вот слэп сне Те же струны Шестую, пятую и четвертую Мы просто выбиваем вот таким вот хитрым движением Указательным пальцем я это делаю Причем здесь, кстати, я еще в стиле Марчина Добавляю косточкой большого пальца Вот по деке ударчик Чтобы ярче это звучало Привычка из кашмира Вот, можно добавлять Можно не добавлять Далее, друзья Мы будем играть с вами Там-па-пам-пам Четыре действия Итак, все те же Шестая, пятая, четвертая Вверх Вверх-вниз Вниз будет с бас-бочкой Вверх-вверх-вниз И опять слэп сне По шестой, пятой, четвертой Вот что у вас должно получиться Вниз с бас-бочкой Слэп сне Дальше вверх Вверх-вниз с бас-бочкой И слэп сне Ту-па-ту-ту-ту-па Вот такой вот бит Кстати, никто, наверное, не догадался Но, если что, то Джин Сан Ким Просто взял и проапгрейдил Бой восьмерка Одеялом плоскутным на ней Город прозрачный Белый снег Ну ладно, это немножко другое Итак, друзья, вот что получилось Вот такой бит должен получиться Дальше коротко играем Ту-ту-вниз Вверх Ту-ду Если вы на самом деле играли Когда-нибудь боем восьмерка То вам вот здесь должно быть Все понятно Дальше, друзья, следующий Тридцать второй Так, добавили мизинчиком Одиннадцатый лад на четвертой струне И опять играем Вниз плюс бас-бочка Затем слово Снова слэп сне Опять вверх Вверх-вниз С бас-бочкой И заглушили все это Ладошкой Получилось Та-та-та-та Пам-пам-пам-пам-пам-пам Итого Тридцать первый И тридцать второй Такты И в темпе И, друзья, самое время Проверить Все наши Такты В части С Очень медленно Для вас играю Играет музыка И разочек в темпе Ну что ж, друзья, вот таким получился наш разбор Обязательно напишите в комментариях, было ли вам полезно Я очень старался, на самом деле, совсем нелегко снимать такие объемные разборы Напоминаю вам, что вторая часть данного разбора на эту композицию Доступна для студентов курса антимузыкалка А также на всех цифровых площадках с спонсорством Вы можете посмотреть в описании Это Patreon, это Boosty, это YouTube спонсорство И также на моем сайте Ваня Научи точка ком в разделе разборы Друзья, желаю вам удачи Прокачивайте свой фингерстайл Учитесь читать табы Делайте это грамотно И да пребудет с вами сила фингерстайла Ну а мы с вами увидимся на канале Ваня Научи В новых видео Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok